Добрый день, дорогие друзья. Я искренне рад поздравить вас, победителей и призёров 22-х зимних Олимпийских игр, с успешным, можно сказать, с триумфальным завершением этих соревнований, самых престижных соревнований сезона. Сборная команда России внесла на счёт Олимпийских побед нашей страны 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград и заняла в неофициальном общекомандном зачёте первое место. Поздравляю вас, ребята. Вы сами знаете, что вся страна, миллионы наших граждан говорят вам огромное сердечное спасибо за ваш талант, за ваше мужество, за вашу настойчивость, но и за результат. Уверен, медали, которые вы завоевали в честной и упорной борьбе, для каждого из вас имеют особую ценность. Они получены на нашей домашней Олимпиаде в Сочи. У нас с вами получилось сделать то, что мы и хотели. Мы, как у нас в народе говорят, устроили и на нашей улице праздник, благодаря вашему таланту и вашим усилиям. Спасибо вам большое ещё раз. Любые соревнования, где спортсмены отстаивают честь страны, важны и ответственны. Но ответственность, которая на этот раз легла на плечи нашей национальной сборной, имела высшую степень. Игры в Сочи призваны были представить миру обновлённую, многогранную и открытую Россию. И думаю, что вы и сами об этом много раз уже в ходе Олимпийских игр слышали об этом, говорили об этом. Так считают все участники, все гости этих соревнований. Необходимо было представить не только современные спортивные объекты и инфраструктуру, но главное – представить элиту отечественного спорта, тех, кто достойно несёт знамя его славных и великих традиций. Вы доказали, что эти традиции крепки. И наша страна по-прежнему воспитывает ярких, сильных атлетов, которые способны удивлять и восхищать мир, приносить людям радость, заставляют в унисон биться сердца миллионов наших граждан, наполняя их гордостью за своё отечество. Две недели, пока длились Олимпийские игры, распорядок дня даже тех, кто далёк от спорта, строился по вашему соревновательному графику. И все дела буквально замирали, когда на Олимпийские арены и трассы выходили наши спортсмены. Но что здесь происходило, что творилось здесь в Олимпийской деревне, вы, наверное, и сами знаете, и видели. Транспорт останавливался после ваших ярких выступлений и побед. Люди целовали, незнакомые обнимали друг друга, радовались за ваши успехи. Здесь хотел бы отметить хорошую работу наших средств массовой информации, государственных и частных, тех, кто обеспечивал российский национальный телевизионный сигнал Олимпиады. Благодаря им люди могли видеть борьбу и победу наших спортсменов. И результаты выступлений были главной темой для обсуждения. Это неудивительно. Олимпийские игры – много больше, чем просто международные соревнования. Здесь борётся за звание самой спортивной державы. И войти в число лидеров – дело национального престижа. Вы справились с поставленной задачей, отстояли честь нашей страны и, безусловно, достойны не только спортивных, но и государственных наград. От имени миллионов болельщиков, от имени российских граждан благодарю вас всех, кто выложился на этих Олимпийских играх. Выложился, как у нас говорят, по полной, кто, невзирая ни на что, превозмогая себя, шёл к цели и завоёвывал медали. Кто сражался даже тогда, когда ситуация казалась безнадёжной и заряжал нас своей энергией и азартом. За это мы и любим вас, наших талантливых волевых спортсменов. Любим спорт и любим Олимпийские игры, которые наполнены примерами личного мужества и острейшей борьбы. Именно этот накал часто вносит значимый элемент непредсказуемости. Это и создаёт особый шарм любым крупным соревнованиям и, прежде всего, конечно, Олимпийским играм. Так было и в этот раз в Сочи, где российская сборная совершила неожиданные и оттого ещё более приятные и значимые прорывы. Взяла награды там, где наши атлеты давно или вообще никогда не входили в число ведущих спортсменов. Нам удалось усилиями Александра Смышляева упрощить позиции во фристайле и вернуть лидерство в Бобслей благодаря Александру Зубкову и Алексею Воеводе, которые закрепили успех уже в четвёрке, в последний Олимпийский день, вместе с Алексеем Негодайло и Дмитрием Труненковым. Очень порадовали сноубордисты. Первую в истории России медаль в сноубордкроссе принёс нам Николай Алюнин. А Вик Уайлд, двукратный чемпион Сочи, принявший решение выступить за Россию, завоевал первое золото в параллельном гигантском слаломе. Не исключаю, что его вдохновил, конечно, успех его супруги Алены Заварзиной, которая в тот же день, как мы знаем, в той же дисциплине, невзирая на травму, смогла вырвать у именитых соперниц Олимпийскую бронзу. Особой, потому что это впервые наши женщины зашли на пьедестал в скелетоне. Особой стала и бронза Елены Никитиной. И ещё об одном прорыве хочется вспомнить. Лыжные гонки в мужской эстафете стоили нашим болельщикам нервов. Думаю, что вы и сами это понимаете. Но российский квартет выстоял и добыл нам долгожданную медаль. Не менее напряжённой, волнительной стала и мужская эстафета биатлонистов, где мы с особым чувством ждали победы и триумфа. И Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин добились этого результата. Дорогого стоят и два серебра саночника Алиберта Демченко, для которого игры в Сочи стали уже седьмой Олимпиадой. Отдельных слов заслуживает российский скелетонист Александр Третьяков, финишировавший первым во всех четырёх заездах, а также выдающийся мастер шорт-трека Виктор Анн. Ещё один спортсмен, который решил выступить за Россию и принёс нам четыре олимпийских награды, заставил миллионы людей влюбиться в шорт-трек. И, конечно, наши в прямом смысле золотые фигуристы, обеспечившие полный и безоговорочный триумф отечественной школы фигурного катания. Должен сказать, что вы задали темп, задали высокую планку своим ярким выступлением с самого начала Олимпиады. Думаю, будет справедливо отметить здесь наших уникальных девушек-одиночек и Юлию Лепницкую, которой мы во многом обязаны высшему месту в командных соревнованиях, и Аделину Сотникову, подарившую первую в истории России олимпийскую победу в женском катании. Безусловно, самых восторженных слов заслуживают и наши потрясающие лыжники. Александр Легков, Максим Валикжанин, Илья Черноусов заняли весь пьедестал почёта в королевской гонке на 50 километров. Такого ещё не знала история спортивных побед России. Впрочем, все, благодаря кому над пьедесталом почёта поднимался флаг России, все они достойны особых слов. О выступлении каждого из вас можно написать большую книгу. Ведь к минутам, которые складывали нашу победу, вышли долгие-долгие годы, можно сказать, практически всю жизнь. Через долгие годы изнурительных, самоотверженных тренировок прошли. И это, конечно, дорогого стоит. Шли рука об руку со своими наставниками, тренерами, по сути, вашими вторыми родителями, которых сегодня также хочу поздравить, хочу выразить им искреннюю признательность за воспитание наших атлетов и за победы на этой Олимпиаде. Лучшие из них также получат государственные награды. В том числе и Этерия Георгиевна Туда Берлидзе, которую мы сегодня от всей души поздравляем и с днём рождения. Кроме того, прошу передать слова благодарности всем вашим товарищам по команде. Вы видели, какой напряжённой, трудной была борьба для всех и для каждого. Как все наши олимпийцы стремились достойно выступить, стремились к наградам. Мы вместе переживали. Переживали всё, в том числе и неудачи тех, кто остановился в шаге от медали и обидные проигрыши на самых начальных этапах соревнований. И, конечно, такие трагичные моменты, как падение на тренировке нашей фристаллистки Марии Комиссаровой. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления, а тем, кто в этот раз не смог покорить олимпийских пьедестал, мы желаем побед в будущем. Уверен, они непременно, эти победы придут. Надо лишь не оглядываться и не отставать. Двигаться только вперёд, верить в себя, верить в свои силы. А страна обязательно вам поможет. Результаты нашей национальной сборной команды в Сочи доказывают, что трудный период в истории отечественного спорта позади. Что всё, что сделано, всё, что вложено было в последние годы в спорт, это было сделано не напрасно. Тем более, что теперь у наших зимников есть свои современные тренировочные базы и в Большом Сочи, которые, как известно, очень высоко оценили и российские, и зарубежные, и спортсмены, и тренеры, эксперты. Кроме того, свою деятельность активно продолжит и фонд поддержки олимпийцев, который обязательно отметит успехи членов национальной сборной команды, и в целом будет оказывать значимую помощь нашим спортсменам, готовить их к новым победам и к новым стартам. На заседании Совета по спорту, который запланирован уже в конце марта этого года, подробно, по горячим следам, как говорится, проанализируем итоги выступления российской сборной команды, определимся, что и как нам делать дальше. Прежде всего, по развитию массового спорта, главного резервного спорта высоких достижений. Ещё раз повторю, Россия вами гордится, дорогие друзья. Мы болеем за вас и будем болеть всегда. Мы дорожим тем, что и как вы сделали. Я желаю всем нашим атлетам успехов, солидарности, взаимной поддержки и чувства локтя, командного чувства. Это хорошо известная аксиома. Сплочённость, командный дух очень часто определяют победный исход поединка. И, думаю, все вы будете горячо болеть и поддерживать наших паралимпийцев, которые всего через 11 дней будут отстаивать спортивную честь России на этих соревнованиях. И на тех же самых объектах, где соревновались все вы. От всего сердца, дорогие друзья, желаю вам здоровья, новых успехов. И давайте перейдём к тому, ради чего мы и собрались, к государственным наградам. Спасибо большое за внимание. Указом президента Российской Федерации за высокие спортивные достижения на 22-х Олимпийских зимних игр в городе Сочи орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени награждены Виктор Анн. Трёхкратный олимпийский чемпион и брозовый призёр Олимпийских игр в шорт-треке. Вайлд Виктор Айван. Двукратный олимпийский чемпион в сноуборде. Воевода Алексей Иванович. Двукратный олимпийский чемпион в бобслее. Баласажар Татьяна Андреевна. Двукратная олимпийская чемпионка в фигурном катании. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, дорогие спортсмены. Все участники этих зимних олимпийских игр. Я вот от лица фигуристов и тех спортсменов, которые катались на катке «Айсберг», хотелось бы сказать несколько тёплых слов за ту поддержку, за те эмоции, которые нам подарил этот каток, за ту организацию. И я безумно рада. Для меня это третьи олимпийские игры. Я могу с гордостью сказать, что это лучшее, что у нас было. И спасибо всем ребятам, которые выступали с нами в команде. И за то первое золото, которое мы смогли завоевать именно в «Айсберге». Пусть он будет золотой «Айсберг». Спасибо большое. Владимир Владимирович, я от лица сочинцев, так как я сочинец коренной, хотел вам просто выразить огромную сердечную благодарность. Знаете, так, 50 на 50 верили, не верили, но вот тот праздник, который все получили, сейчас просто я по улицам хожу, все счастливы. И спасибо за то счастье, которое вы нам подарили. Спасибо. Зубков Александр Юрьевич, двукратный олимпийский чемпион в бобслее. Владимир Владимирович, от лица спортсменов-бобслеистов большое спасибо за поддержку, которая оказывалась в течение подготовительного периода к Олимпийской игре, за великолепный объект Санки, который был построен. И надеются спортсмены, что в дальнейшем будут строиться такие же великолепные объекты в разных лёграх России. Спасибо огромное. От лица нашего вида спорта, фигурного катания, я бы хотел поблагодарить правительство Российской Федерации, и вас, Владимир Владимирович, за организацию этого праздника, за то, что вы своим участием и неоценимым вкладом в развитие спорта в стране дали нам шанс поучаствовать в этом празднике. Это был действительно праздник всей страны, и мы все болели друг за друга, были единой командой, и мы очень рады, что мы не подвели. Также хотел бы поблагодарить Министерство спорта в лице Мутко Виталия Леонтьевича, в лице Юрия Дмитриевича Нагорных и Александра Михайловича Кравцова, потому что нам были оказаны все условия, сделана колоссальная поддержка в подготовке к этим Олимпийским играм. У нас было всё, что только требовалось. Мы тренировались так, как нужно, и показали этот высокий результат. Я надеюсь, что и дальше будет продолжаться такая же тенденция, и мы будем показывать и отстаивать честь нашей страны. С таким же успехом. Спасибо. Орденом почёта награждены Валикжанин Максим Михайлович, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках. Демченко Альберт Михайлович, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в санном спорте. Плющенко Евгений Викторович, Олимпийский чемпион в фигурном катании. Устюгов Евгений Романович, Олимпийский чемпион в биатлоне. Орденом дружбы награждены Боброва Екатерина Александровна, Олимпийская чемпионка в фигурном катании. Вилухина Ольга Геннадьевна, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в биатлоне. Волков Алексей Анатольевич, Олимпийский чемпион в биатлоне. Григорьев Владимир Викторович, Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр в шорт-треке. Елистратов Семён Андреевич, Олимпийский чемпион в шорт-треке. Захаров Руслан Альбертович, Олимпийский чемпион в шорт-треке. Ильиных Елена Руслановна, Олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Олимпийских игр в фигурном катании. Кацалапов Никита Геннадьевич, Олимпийский чемпион и бронзовый призёр Олимпийских игр в фигурном катании. Климов Фёдор Александрович, Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр в фигурном катании. Легков Александр Геннадьевич, Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках. Липницкая Юлия Вячеславовна, Олимпийская чемпионка в фигурном катании. Малышка Дмитрий Владимирович, Олимпийский чемпион в биатлоне. Негодайло Алексей Александрович, Олимпийский чемпион в бобслее. Соловьёв Дмитрий Владимирович, Олимпийский чемпион в фигурном катании. Сотникова Аделина Дмитриевна, Олимпийская чемпионка в фигурном катании. Столбова Ксения Андреевна, Олимпийская чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в фигурном катании. Третьяков Александр Владимирович, Олимпийский чемпион в скелетоне. Труненков Дмитрий Вячеславович, Олимпийский чемпион в бобслее. Шипулин Антон Владимирович, Олимпийский чемпион в биатлоне. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени награждены Антонов Владислав Николаевич, серебряный призёр Олимпийских игр в санном спорте. Бессмертных Александр Андреевич, серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках. Граф Ольга Борисовна, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в скоростном беге на коньках. Денисьев Александр Владимирович, серебряный призёр Олимпийских игр в санном спорте. Зайцева Ольга Алексеевна, серебряный призёр Олимпийских игр в биатлоне. Добрый день всем. Я тоже хочу сказать благодарственное слово от биатлонистов. Мы скромненькие, я волнуюсь. Хочу сказать Владимиру Владимировичу большое спасибо, что на самом деле устроили такой праздник у нас в России. И я очень рада за всех спортсменов, за всех нас, кто здесь присутствует, кто принёс медали для нашей страны. Я очень горжусь, рада. И огромные слова от всего сердца всем, Министерству спорта, вам, вообще всей нашей стране, всем тем людям, кто принимал участие вообще в этих, в организации этих игр и в этом результате. Спасибо большое. Иванова Татьяна Ивановна, серебряный призёр Олимпийских игр в санном спорте. Ну и присоединяюсь к словам благодарности лично вам и Олимпийскому комитету, Министерству спорта и Федерации за тот вклад, который в нас вложили и за ту веру в нас. Спасибо. Крюков Никита Валерьевич, серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках. Лобышева Екатерина Александровна, бронзовый призёр Олимпийских игр в скоростном беге на коньках. Олюнин Николай Игоревич, серебряный призёр Олимпийских игр в сноуборде. Романова Яна Сергеевна, серебряный призёр Олимпийских игр в биатлоне. Фаткулина Ольга Александровна, серебряный призёр Олимпийских игр в скоростном беге на коньках. Шумилова Екатерина Евгеньевна, серебряный призёр Олимпийских игр в биатлоне. Япаров Дмитрий Семёнович, серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждены Гараничев Евгений Александрович, бронзовый призёр Олимпийских игр в биатлоне. Заварзина Алёна Игоревна, бронзовый призёр Олимпийских игр в сноуборде. Никитина Елена Валерьевна, бронзовый призёр Олимпийских игр в скелетоне. Скокова Юлия Игоревна, бронзовый призёр Олимпийских игр в скоростном беге на коньках. Смышляев Александр Александрович, бронзовый призёр Олимпийских игр во фристайле. Черноусов Илья Григорьевич, бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжных гонках. Шихова Екатерина Владимировна, бронзовый призёр Олимпийских игр в скоростном беге на коньках. Буквально одно слово. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Дорогие друзья, ещё раз поздравляю вас всех с победами и наградами. Вы говорили слова благодарности в адрес нашей страны, в адрес болельщиков. А я ещё раз хочу от имени страны и от имени всех любителей спорта поблагодарить вас за ваши усилия и за ваше мужество, за ваш талант. Мы многое сделали для того, чтобы подготовить спортивные сооружения, подготовить объекты инфраструктуры. Причём это была большая команда организаторов, строителей, инженеров. Много, если не решающий вклад, конечно, внесло правительство Российской Федерации и прежнего состава, и нынешнего состава. Дмитрий Анатольевич Медведев очень много сделал, когда и президентом был, и сейчас в качестве председателя правительства. Казак Дмитрий Николаевич, его заместитель сегодняшний, который на протяжении почти пяти лет занимался этим проектом. Но на каком-то этапе даже я поверил в том, что мы всё сделаем как нужно. Но наша радость была бы, конечно, неполной, когда я говорю «наши», имея в виду не только, конечно, правительство, руководство страны, но имея в виду как раз всю страну, всех любителей спорта, практически всех граждан, если бы не было такого яркого выступления, как это выступление ваше на нашей Сочинской Олимпиаде. Мероприятия подобного рода, они, безусловно, носят общенациональный характер, они объединяют людей, объединяют на абсолютном позитиве, повышают наше чувство собственного достоинства и в то же время показывают открытость нашей страны перед всем миром. И президент Олимпийского комитета, господин Бах, он уже говорил об открытости нашей страны, о её новом лице. Для нас с вами здесь нет ничего удивительного, мы знаем, какие мы есть. Но не лишним было показать и всему миру, что мы страна очень доброжелательная, страна, которая умеет встречать гостей, создавать праздники не только для себя, но и для всех любителей спорта в мире и уметь добиваться результатов. Субтитры создавал DimaTorzok